Прошу прощения, прервалась у нас трансляция, но вот мы продолжаем. На самом деле, второй раз разыгрывается комбо от Фризмага. Не тратит он волну огня, как я понял, решает сохранить её. Второй Soul Fire, интересно, даже очень интересно. Ну что, на самом деле, второй раз разыгрывается комбо от... Посмотрим, как это выйдет. Да, Soul Fire, конечно же, выпадает второй из руки, но это... Что-то, мне кажется, Жанг Бо поплыл. Какой-то полный бред он сделал. Ну да ладно. Видимо, он уже сдался, и он... Да, вот так сдаётся. Первый матч за Брэссом. Интересно, интересно, Жанг Бо, видимо, переволновался. Возможно, для него это слишком... Скажем так, слишком крутое мероприятие. Он попал сюда, и это уже, конечно, большой подсчёт. Выйти в Goal Series в топ-16 уже, получается, игроков. Хотя этот полуфинал на топ-8, но был ещё и первый полуфинал. В смысле, первая сетка плей-офф. Он играет во второй, и... Бесспорно, то, что он уже вышел в этот плей-офф, это... Бабдаргово стоит, на самом деле. Вот он даёт интервью. Но, если вы не забыли, ставки на этого парня, ну, слишком маленькие. В Харстоуне, на самом деле, я таких ставок даже и не помню. 13% что-то на кого-то был коэффициент, но это совсем маловато, скажем так. Даже очень маловато. Сейчас подождём, мы начало второго матча. Фризмага мы уже в этой игре не увидим. Фризмага больше не будет. Показываю танк двух игроков. Жанг Бо. Видимо, пока и глазом не повёл. Держится уверенно. А, и вот мулиганы. Плохой, на самом деле, заход у Бресса. Всё, он меняет. Видимо, это патрон у Жанг Бо. Даже Гулю не оставляет. Бресс находит всё-таки своего Рено. Отлично. Рено Лок против Патрона. Ну, Патрона, мы сами понимаем, шансов крайне-крайне мало. Даже у старого Патрона было мало шансов. Что уже говорить про Патрона в текущей мете против Рено Лока. Ну, видите, в Жанг Бо не заходят матчапы. Или он не угадывает, или как-то судьба и удача не на его стороне. Начинает разыгрывать сначала раскопка. Потом у нас идёт таб. Как-то у нас немножко подлагивает стрим. Я пытаюсь понять, из-за интернета это или нет. Нет, это не из-за интернета. Это у нас китайские трансляции. Думает на третий ход что же сделать. Всё-таки выбирает Гулю. Не хочет, но разыгрывать Аколита подставлять, наверное, под бомбу. Или под любой баф на урон. Да, бомба заходит просто шикарно. Подхиливает. Своё существо бьёт в лицо. Всё слишком хорошо сейчас и у Бресса. И на самом деле... Я даже не знаю, что тут должно случиться. Ну, видимо, вот да, всеми вариантами нужно добирать. Тратит он Иннервейд. Ну, кстати, вот Иннервейд потратит здесь. Хороший ли был выбор? Ну, видимо, Жанг Бо всё-таки виднее. И... Да, вначале у него всё-таки не самый лучший розыгрыш. Сейчас у Варлока развязаны руки. Он может набирать всё, что угодно. И я думаю, что здесь, может быть, и есть варианты выставить Брана. Но всё-таки тратить его не хочется. Так как Бран слишком легко может уйти с укуса. В Бресс уже, как нам, не видно руки оппонента. Поэтому он решает сыграть всё-таки Форсира. Интересная ситуация. Тут довольно-таки необычный ход. Может быть, я думаю, здесь будет что-то вроде тапа, а потом уже посмотрим. Да, тап и размен, как я понимаю, полный. Да, и всё-таки Бран. Бран неплохо сейчас смотрится. Укуса нет. И Бран может натворить много-много дел. Возможно, даже через Execute его будут забирать. Потому что оставлять его сейчас на столе, это... Стоит отметить, что сейчас очень-очень сильно не заходит Джанк Боб. Просто ни одного оружия за всю игру. А там уже чуть ли не пол колоды перевертелось. Да, всё-таки он оставляет Брана. Ну, чем это может ему сейчас сулить? Двойным Аргусом. Да, собственно, и всё. Двойным Аргусом только. Ну, двойной хил сейчас бесполезен. Оттапается у нас. Пресс ловит Soul Fire. Ой, Soul... Как-то сифон, короче. И чистит стол. Убивает Гулю. Гулю нельзя оставлять против, конечно же. Патрон воина. Добор. И что? Ну, неужели сейчас он тоже не поймает оружие? И опять он его не ловит. Тут уже немножко поплава. Разыграет ли он казнь? Интересно. Кстати, вообще-то, на самом деле... Ну, что он хотел добором найти? Какое-то оружие, наверное. Но, может быть, всё-таки стоило сыграть Бума. Просто я уже на четвёртой игре подряд и немножко плавлюсь. Сложно обдумывать всё. Скажем так, остановляем. Ну что, выставляет он всё-таки у нас... Да. Недолго выживает. Видимо, переполняющая мощь. Я не заметил. Это пришло с раскопки или всё-таки у него есть какая-то комбо. Ну, вот интересно. Я вот пропустил этот момент. Сейчас идёт у нас Бум. Бум смотрится куда не так уж и плохо. Всё тапается. Неплохо было бы сейчас словить, да, БГХ. Вот именно его неплохо было бы сейчас словить. Я думаю, Жанг Бо немножко расстроится. Явно сегодня не на его стороне Фортуна. И вот он, БГХ, да? Интересно. Интересно. Сейчас я сам попробую подумать, почему он так сыграл. Он не сыграл БГХ, а сыграл Сайфон Соул. Оставляет под... Под... Громаша. Ну, такая себе история на самом деле. Очень удивительно. Я действительно удивлён. Зачем оставлять под Громаша? И что это может дать вообще, собственно? Ну, удивительно. Очень удивительно. Ну, да ладно. Раз он так сыграл, видимо, это с какой-то стороны и правильно. Так. Ну, раскручивает он следующего. Приходит лодхип. Видимо, сейчас можно с БГХ забрать и... Да, видимо, так и хочет сделать. Сейчас уже 7 ХП уйдет. Вполне достаточно. Ещё терроризирует и разбивает оружие. Смотрите, даже никакой эмоции нету на лице Жанг Бо. Он всё терпит. Всё перетерпеть. А Брэс всё так раздумывает. У него всё просто в этой игре. Слишком всё просто. Можно, в принципе, поставить здесь и... Да, защитницу. Да. Да, очень тяжёлая ситуация. Надо крутить. И я даже не знаю. Ну, ловить, наверное, всё-таки своего Громаша. Вот, да. Вот его нужно ловить. И как-то надеяться, что на следующий ход... Ну, нет, казнь я бы здесь не тратил. Не надо, не надо, не надо. Всё-таки может выйти какой-то другой таунт. Может выйти ещё что-нибудь. Конечно, нет. Другого таунта. Да, но только если только животик. Потому что Аргус уже ушёл, насколько я помню. Но животика тоже надо будет как-нибудь убрать. Так что казнь пригодится. Ещё как пригодится. Да. И Рено, собственно, хоронит. Хоронит патроны. Я думаю, сейчас он сдастся. И не будет мучить ни себя, ни зрителей. Ну, откровенно скажем, Жанг Бо не везёт. Второй раз подряд плохой матчап для него. И Фриза он не поймал своим воинам. И сейчас он напоролся на Рено Лока своим патроном. Ну, сами понимаете, насколько это неприятно. И насколько ему не везёт. То есть не выпадают матчапы. Как ни смотри. Посмотрим, последний матч. Или не последний он будет. Жанг Бо, это с ума сойти. Это просто эталон. Смотрит на противника, как на противника. Бресс чувствует себя просто отлично. Сидит, расслаблен. И, собственно, обдумывает уже, как сыграть свои последние колоды против любого выбора соперника. Я думаю, у него всё получится, если он сыграет сосредоточенно и выверено, как в прошлых матчах. Итак, начинаем. Вот последний матч. У нас остаётся Медрейдж Друид против сначала Зоо Лока. Зоо Лока. Агра-версии этого Зоо Лока. У нас там есть или Рой, или Прогномы. И этого достаточно. И приполняющие мощи. Ну, Друиду, скажем так, по силам выбирает любую из этих колодц. А против Патрона, возможно, не так уж и хорошо он будет смотреться. Но вот против Зоо Лока есть шансы. И против Паладина тоже есть шансы. Посмотрим. Начало для Друида неплохое. В конце концов, он убирает существо гневом. Нет, конечно, буйных ростов. А это было бы здесь очень даже в тему. Разыграл монетку, а теперь думает, что сыграть всё-таки. Говоря, бесов или раскопку с Лепрогномом. Ну, надо думать сначала, друг. Нет, всё-таки решает вот так. Soul Fire. Ну, видимо, он его и оставит. Может быть, он и решит эту игру. На третью ману будет ли что сыграть у БГХ? В принципе, можно его и разыграть. Я, если честно, не помню по прошлому матчу Жанг Бо, чтобы он разыгрывал какие-то большие существа. Я даже больше скажу, по-моему, их и не было. И тут имел, наверное, смысл БГХ. То есть, просто две жизни сэкономил бы. Даже одну. Да, Кипер выходит неплохо. Четвёртым ходом всё по мане. Здесь также по мане выходит Крошер. Думает разменяться ли с Кипером по ХП или же пойти в лицо. По ХП смотрится намного лучше. Вот выходит и Друид. И вот с Друидом уже... Тянулся он за Имплоужином, но увидел топ-дек и, наверное, передумал. Всё-таки, возможно, стоит и оставить Имплоужин под Камбу. Но тогда другой ход не спорится. Я думаю, сейчас он жалеет, что не оставил Имплоужин под Камбу. И что же вылетит? Ёй-ёй-ёй. Надеюсь, что он не поплыл. Надеюсь, что у него всё хорошо. Но сейчас он увидит следующий ответ. Ответ Бресса. Ведь у него есть прекраснейший размах, который будет смотреться здесь просто сумасшедше, классно. Интересно, он идёт в лицо, не забирает Кипера. Хотя Кипера забрать очень даже выгодно. Ну вот, поплатился он. Посмотрим, что выпадет из Крошера. Хорошее существо. Возможно, одно из лучших существ. Пускай 3-2. Не Милхаус, но неплохо. Рука у Жангбо всё короче и короче. Но есть добор. Посмотрим, что выпадет из Ли Кэтлена. Крошер, с ума сойти, хорошо. И это будет 3 существа на столе. Я думаю, это будет Бум. 4, 5, 6, 7, 8. Очень агрессивная колода. Не забываем у Зоо Лока сейчас. И есть Рывок, есть Переполняющие Мощи. И, возможно, Бум это последний ход. Смотрим. Один Сержант. И... Ну что, Супер Йоло, Супер Йоло Плей. Ну что, может быть сначала ударить перед использованием Жонглёра и следующих существ. Всеми в лицо. Какой-то такой план. Он нанесёт 8 урона и, ну... Наверное, двумя существами в лицо. И бесом меняться уже. Меняться под двух Жонглёров. Как-то так. Довольно-таки везёт. Ну что, да, действительно, нужно идти в лицо. Если есть комбо с озарением, то... Ничего не поможет. Сколько это урона? 6, 13, 14. 14 урона. Я думаю, здесь 100% зайдет размах. Хотя, спасёт ли он? Нет, не спасёт. Значит, нужно... Может быть, рёв бомбы забирать Крошера. И ждать, чтобы из Крошера вылетел существо с одним ХП. Дальше бумом забирать гангбосса и размах давать по всем. Как-то так. Как-то так. Ну, видимо, он хочет сразу дать размах. Я не до конца понимаю этот ход, потому что с гангбосса ещё выпадет одно существо. Ну, слабо-слабо. Это не даст ему выигрыш. Возможно, неплохо было бы сыграть рёв на бомбу. Бомбы разменятся. Посмотрим. Может быть, и после сыграть. Боже мой, боже мой. Видимо, он этого совсем не продумал. По мне. Ну да, да, да. Всё, он проиграл. Шансов было мало. Всё-таки Жанг Бо выигрывает эту партию. На самом деле, сейчас я могу сказать, что у Жанг Бо остались хорошие колоды. И он может с лёгкостью поворотся за ещё и выигрыш в этой партии. Друид против патрона смотрится не лучшим образом. Мы все знаем, и паладин вполне может выиграть друида. Посмотрим, как это всё закончится. Мне вот лично очень интересно. Жанг Бо, в него никто не верил. В этого милого китайского усатенького парня. Видите, держится же он в порядке. Уверен, что он хочет победить. Видите, если Брейд уже меньше улыбок. Меньше, намного. Уже почувствовал, что может слеть. Нет, да, действительно, без шуток, почему бы нет. Он может проиграть в этой партии. Действительно, шансы у Жанг Бо есть. Матчапы солидные. И всё, что угодно может произойти. Так, что мы имеем? Спасибо. 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 Спасибо.